Заметки Электрика Заметки Электрика Заметки Электрика Панель защиты минимального напряжения. Это у нас трехфазное реле напряжения. Аналогичное реле применялось в схеме АВР, про которую я рассказывал совсем недавно. Это реле AN526-200. Здесь стоит выдержка времени по минималке. Это 2 секунды. И установлено реле РПН. То есть реле, которое уже воздействует, каждая его пара контактов воздействует на тот или иной привод выключателя. Но эта часть модернизации не подлежит. Она остается у нас неизменной. То есть суть такая, что на секции запитано 2 крупных двигателя мощностью 1600 кВт. И в случае снижения напряжения двигатели отключаются одновременно. То есть не на каждом фидере установлена минимальная защита не для каждого двигателя, а групповая на всю секцию. Вот это у нас панель. В общем, счетчик мы уже здесь не так давно поменяли. Это новый PSC4TM05M. Поэтому он у нас тоже здесь остается. И вот у нас здесь клеммник вторичной коммутации. Здесь тоже мы сделаем демонтаж. Кое-где добавим новые клеммы. Но я вам все это в процессе уже покажу. Вот у нас сама высоковольтная ячейка. Это шинный разъединитель. Это выключатели VMG10. Три трансформатора тока. Два трансформатора тока в фазе А и С используются исключительно для защиты. А трансформатор тока в фазе Б применен для щитовых приборов. Здесь у нас амперметр. Он у нас будет оставаться. Это у нас КП. Автомат цепей соленоидов. Автомат оперативных цепей. Лампы положения выключателя. Кстати, надо будет заменить лампы с обозначением R, дабы исключить вот это вот такое подобное свечение. Это у нас КСА для минимальной защиты. КСА привода разъединителя. Ключ запрета. Кнопка опробования. Ну и привод P11. Здесь у нас кабельный отсек. Это у нас клеммник вторичной коммутации в РУ на самой ячейке. Как-то уже показывал на одних своих видео такое вот очень удачное в кавычках расположение клеммника. Но в нем тоже вноситься изменения не будут. Долго работать не придется. Единственное, что хотел бы сказать. Минус, что в данном случае на данной ячейке выключатель, масляный выключатель меняться не будет. Это очень печально, но, к сожалению, пока вот только так. То есть выключатель вот этот у нас масляный, он у нас остается существующий. Трансформатор тока остается существующий. Мы меняем только защиту. У нас есть некоторые проблемы по запуску и вообще эксплуатации вот этого мощного двигателя 1600 кВт. Поэтому, чтобы определять все пусковые токи, видеть режимы запуска данного двигателя и прочее, нам необходима более современная защита. Что мы сейчас и будем делать. То есть все, что касаемо ячейки модернизации, не подлежит. Мы меняем только, ведем монтаж. Меняем на ралейную защиту только на панели защиты на новый терминал ТОР-200. Вот этот микропроцессорный блок ТОР-200D модификации D мы будем устанавливать на нашу панель. Этот блок наружного исполнения, то есть будет устанавливаться непосредственно прямо на саму панель. А к нему уже будет с помощью специального кабеля подключаться внешняя панель с дисплеем. Блок можно установить чуть выше, а панель уже, допустим, на уровне глаз для удобства обслуживания и эксплуатации. Сейчас произведем демонтаж этих индукционных реле, указательных реле, реле земляной защиты. Уберем все лишние провода, вот эти вот шлейфы, которые у нас идут. Кстати, здесь вот существующая ячейка. Тут надо работать достаточно аккуратно. В дальнейшем в верхней части будет установлен блок ТОР-200. Чуть ниже будет установлен вот этот экран дисплей. Внизу будут установлены две реле РПО и РПВ для включения и отключения фидера. Шлейф, согласно проекту, решено осуществить в гофрированном кабель-канале, то есть для эстетичности. Ну вот, за первый день монтажных работ был установлен блок ТОР-200. Ниже установлена панель управления для этого блока. Установлено две промежуточных реле РП-23, РПВ и РПО. Так, и установлены кабель-каналы перфорированные, вот на всю длину. То есть, вот он идет. Идет до самого вот клеймника. Это у нас демонтированное оборудование. Вот у нас две наши индукционные токовые реле серии РТ-80. Реле земляной защиты на базе РТ-40-02. И наши здесь указательные реле-блинкера. Все, в принципе, это все, что мы сняли с ячейки, с панели. Пока подключил лишь токовые цепи. Фаза 431 начало, фаза С451 и общий 430. Здесь схема собрана трехэлементная, поэтому общий ноль мы заводим как бы на фазу Б. И делаем звезду на самом терминале ТОР. Вот у нас вот эти вот две перемычки. И земляная защита. Это у нас два вывода. 471 и 470. Вот они заведены. Вот у нас приходят наши токовые. Вот 431, 451, 430. И это уже уходит в кабель на ячейку. То же самое и по земляной. 470 и 471. И вот уходят у нас жилки кабеля на ячейку. Вот фаза А. Вот у нас заведено 431. 451 с фазы С. И ноль. Вот он взят как будто на фазу Б. А здесь собрана звезда. Вот у нас наш Феррантий. Трансформатор тока земляной защиты. И вот идут тоже от него два конца. 471 и 470 на клемму 10-11 на ТА-4. Теперь буду подключать цепи напряжения 100 вольт на терминал. И наверное сегодня сделаю еще ПЕ-проводник заземления. Ну а завтра приступлю уже непосредственно к схеме управления. Ну вот в принципе монтаж мы и закончили. Вот так вот все выглядит. Ну что, в момент монтажа я никакую съемку не производил, поэтому расскажу уже после. В общем, во второй день что мы сделали. Во второй день я проложил цепи напряжения. Вот они 501, 521, 541. То есть это цепи напряжения 100 вольт. Для контроля напряжения терминалом и для осуществления защиты минимального напряжения и прочее. Ну про минималку еще расскажу чуть позже. Вот это у нас цепи напряжения. Они соответственно подключены на 13, 14, 15, 16, 17, 18 вывода. Вывода 501, 521, 541. Здесь сделана отпайка в цех. И дальше уже эти же 100 вольт используются для подключения нашего счетчика. Ну а далее я расключил цепи управления и цепи сигнализации. Ну вот тут разные кончики. 101, 101, 105, 135, здесь 200 на сигнализацию и выход. Здесь у нас внешние сигналы. Здесь у нас наши РПВ, РПО, цепи отключения и прочее, прочее, прочее. Цепи включения, цепи отключения. Ну это питание самого терминала. Оно взято у нас от отдельного автомата. Потому что если терминал находится более трех суток без напряжения, то у него слетает дата. И очень неудобно, когда вводят в работу, потом смотришь события, стилограмму, а они не соответствуют текущей дате. Поэтому все микропроцессорные терминалы мы сейчас запитываем от отдельного автомата. Вот у нас отдельный автомат стоит. А здесь у него двухполюсный автомат для цепей постоянного тока от ИТОН. И у него здесь имеется приставка с блок-контактами. То есть в случае отключения автомата у нас выдается сигнал в предупредительную сигнализацию диспетчеру. Здесь я вам покажу чисто свои почеркушки. Вот он наш самый автомат SF TOR200. То есть на него заведено ШПС плюс. И он уходит в предупредительную сигнализацию 215-й кончик. Также сюда же в параллель у нас выведены две пары. Одна пара это неисправность самого Тора. И пара X16-12, X16-16 это у нас предупредительный сигнал. То есть в случае неисправности цепи управления, в случае потери контроля РПО, РПВ и так далее. Ну и сразу аварийная сигнализация. У нас взята с Тора одна пара. И подключена соответственно на шлейф 201-227 схема аварийной сигнализации. Сюда я запрограммировал 16-й светодиод для выдачи неисправности цепей управления. То есть выдается сюда и соответственно идет сигнал в предупредительную сигнализацию. Ну по цепям управления тоже ничего сложного здесь нет. Фидер самый простой, самый обычный. В общем вот у нас отдельный автомат, питание самого Тора, как я уже показывал. Далее здесь у нас имеются цепи включения. Вот они и у нас идут. Кнопка включения, включение из цеха через ключ запрета. То есть ключ запрета либо на разрешение, либо на запрете. Здесь стоит в цепи включения выключателя. Все заведено через Тор, через терминал Тор. Также цепи отключения. Вот 117-й кончик. Два контакта К1.1 и К1.2 это у нас для управления реле РПО и РПВ. Вот у нас реле РПВ и реле РПО на базе промежуточного реле РП-23. В общем что здесь? Это РПВ реле включения, РПО реле соответственно отключения масляного выключателя. Эта часть у нас осталась существующая. То есть это привода, привод, электромагнитный привод П-11. Контактор пусковой КП и отключающая катушка с КСА прыгания и КСА включения-отключения. Ну и здесь у нас подключены соответственно красно-зеленая лампа, светодиодные новые. И выведены контакты наших реле РПО, РПВ. То есть РПВ включает фидер, вот идет цепочка на КП, РПО соответственно отключает фидер. А здесь же заведена шайба ключа-запрета с действием на отключение. То есть если ставим запрет, здесь идет разрыв на включение, а здесь идет, собирается цепочка на отключение в случае какого-то ошибочного, ну или самопроизвольного включения масляного выключателя. Минимальная защита выполнена групповая. Выполнена через КСА разъединителя фидера. И дальше у нас отключаются все двигатели на секции. Вот через вот эту цепочку. Здесь я завел внешний входной сигнал, вход 2.1, на отключение масляного выключателя, опять же через ТОР. Был у меня здесь конечно же проект, но в проекте были некоторые недочеты, замечания, ошибки. Поэтому я нарисовал на время монтажа свой вариант. То есть в дальнейшем переведем его в электронный вид и вложим во все наши схемы. Ну пока вот такой вид. От выносного пульта здесь идет специальный кабель, который был в комплекте. Тут у него выход USB и он здесь вот, вот он подключается к самому терминалу. Мы его здесь вложили аккуратненько в кабель-канал, но достаточно длинный. Здесь сделали несколько петелек и вложили в канал. Ну и естественно сделали заземление корпуса самого терминала, отдельным желто-зеленым проводником и самого выносного пульта. Первый раз использовали такое вот решение с кабель-каналом перфорированным. Скажу честно, что мне очень понравилось, очень удобно. То есть делаешь аккуратненько канал. Ничего здесь у нас в нем там не спрятано, не накручено. Все так же у нас идет аккуратненькая косичка, как вот здесь вот спускается в одну общую косичку. Она вся увязана хомутиками вдоль всего и уходит туда уже на клеммник. То же самое и с токовыми цепями. То есть он здесь сделан канал не для того, чтобы как-то по-быстрому бросать провода и остатки там заворачивать в петли, а сделан именно для эстетичности. То есть выглядит, мне очень нравится как выглядит, так красивенько, аккуратненько он идет вдоль всего, всей панели. Ну и здесь тоже сделано ответвление, то есть на уже промежуточное реле. Ну а далее что? В общем нам всего давалось на монтаж и наладку три рабочих дня. В первый день, как я говорил, мы произвели демонтаж и установили монтаж, то есть нового оборудования на панель. В первый же день я успел еще проложить все токовые цепи. Во второй день я закончил всю коммутацию вторичную, то есть цепи напряжения, цепи управления, цепи сигнализации. Все аккуратненько здесь увязал. Кстати, не обошлось здесь и без вот этих липучек. Правда, они в некоторых местах отпадывают, но зато очень удобно клеишь в удобном месте и подтягиваешь жгутик проводов. Здесь вот я их использовал, здесь на токовых цепях, вот здесь снизу тоже. Вот наш жгут выходит с канала, часть идет на верхний клеммник и часть сюда вот на нижний. Здесь я использовал опрессовку, изолированные наконечники на полтора и на два с половиной. Синие это два с половиной токовой цепи, красные это все у нас полторашка. То же самое здесь. Здесь использовал синие два с половиной, это изолированные штыревые наконечники. Ну а здесь все черные, все оставшиеся, это у нас тоже МШВИ, штыревые наконечники на сечении полтора. Всего у нас здесь используются четыре основные защиты. Первая это токовая отсечка, второй перегруз двигателя, земляная защита. И, как я уже говорил, минимальная защита, но она у нас выполнена здесь по входному сигналу от группового реле. Все эти четыре защиты действуют на отключение и, соответственно, выдается аварийный сигнал. То есть при срабатывании той или иной защиты здесь загорается красный светодиод и происходит отключение масляного выключателя. И выдается сигнал в аварийную сигнализацию диспетчеру. Ну здесь табло, здесь что у нас, вот показаны токи. Сейчас вот фидер отключенный, вот заведена индикация. Кстати, она у нас заведена через выводы встроенной. Здесь используются РПВ и РПО. То есть реле положения включено и реле положения отключено выключателя. Мы заводим эти пары через катушку нашего контактора КП, либо отключающую катушку. Тем самым мы контролируем и целостность этих цепей. И заодно здесь выдаем положение. При включенном масляном выключателе здесь горит красный светодиод. Ну при отключенном, как вы видите, зеленый. Здесь стоит блокировка. Я не стал деактивировать эту функцию. То есть в данный момент можно включить фидер, в принципе, прямо с этого пульта управления. То есть нажимается здесь ключик, удерживается и нажимается одна из кнопок. Здесь что у нас? Индикация. Здесь показаны токи по фазам АВС и ток земляной защиты, ток нулевой последовательности. Дальше вот у нас напряжение линейной сети АВ, ВЦ, ЦА 10.6, 10.6, 10.6. Ну и здесь различные уже идут события, что мы делали. Вот был сигнал перегруза и так далее. В третий день мы занимались наладкой данного терминала. То есть забивали в него уставки согласно проекта. Все по отсечке, по перегрузу, по земляной программировали все необходимые вода, входные цепочки, все выходные реле, выходные цепи, светодиоды и так далее и тому подобное. Здесь вот подключается внешний пульт к компьютеру и через программу микро это все осуществляется. После монтажа и параметрирования блока защиты была произведена проверка релейной защиты. То есть что сюда входит? Ну я перечислю в начале и соответственно, коль мы меняли часть токовых цепей, то мы производили из-за меры амического сопротивления токовых цепей фазы АВС и земляной защиты. Измерение цепи у нас на счетчик оставалось неизменное, но мы ее промерили. Проявилось измерение сопротивления изоляции токовых цепей земляной защиты, цепей защиты и цепей измерения. Дальше проводилось снятие вольт-амперной характеристики обмоток трансформатора тока. Далее проводилось измерение сопротивления изоляции оперативных цепей, то есть цепей управления, цепей сигнализации, цепей питания терминала ТОР, цепей напряжения 100 вольт. Затем мы производили проверку всех запрограммированных защит вторичным током, то есть проверяли выходные светодиоды, как отрабатывают релюшки, как отрабатывает блок, как отрабатывает отключение и так далее, то есть каждый вид защиты. Дальше проверяли коэффициент трансформаторов тока сразу с действием на отключение, то есть по защите перегруз. Прогружали каждый трансформатор тока в отдельности фазу А и фазу С и смотрели, как терминал реагирует. Проверяем перегруз, включаем отключатель. Включили. Поехали! Вот, фаза А сейчас загрузим на уставку перегруза. Вот, 141 на 130 тут. Уставка. Вот время идет. Это у нас РПО, РПО. Сейчас отработает реле РПО. Сигнал от перегруза вот идет. Выдержка 30 секунд. Тут светодиод перегруз. Несоответствие. Так, вот событие отключения фаза. Делаем сброс. И включаем. Включаю! Включили фидер. Грузим в фазу С. Вот, 140 ампер. Отключился сигнал. Проводили проверку и земляной защиты. То есть, на феррантии подавали первичный ток. Смотрели, как происходит отключение выключателя при заданной уставке. Включили выключатель. Сейчас будем продавливать земляную защиту. Вот, смотрим вот этот ток. Поехали! 2,05. Уставка 2,5. Оп! Так, делаем вброс. Событие у нас. Последняя, первая ступень ТЗП. Также проверяли входным сигналом минимальную защиту и так далее. Тут надо тоже все убрать. Тут все закрасить. Хотя бы примерно в цвет. Не успели сделать, потому что, как говорю, уже дали всего 3 дня. Уже было вначале сделать всю техническую часть. Ну и, в общем, все. Мы уже сегодня включали. Запускали двигатель. Я уже записал в ней пусковые параметры. То есть, оселограмму пуска. И также приложу эти данные в протокол. Ну, в общем, вот таким вот образом мы произвели модернизацию релейной защиты. Данного присоединения без замены масляного, без замены высоковольтного выключателя и его привода. Если у вас есть какие-то вопросы, что-то вам непонятно, то, пожалуйста, спрашивайте об этом в комментариях. Я сделаю свои пояснения. Кстати, я хотел спросить у вас. Интересны ли вам расчеты уставок релейной защиты того или иного оборудования. Например, двигателя или силового трансформатора 10х04. Если вам эти темы интересны, то напишите мне об этом в комментариях. Я буду знать и учту для следующих своих видео. В принципе, могу прямо на этом же примере, на основе этого примера, и рассказать, как проводился расчет токовой отсечки, как перегруз считался, земляная защита. Ну, а кому понравилось данное видео, обязательно ставьте лайки. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Здесь много еще будет всего интересного. Ну, а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта «Заметки Электрика». До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok